В эти дни в Рязани проходит всероссийский конкурс проектов региональной и муниципальной информатизации. Это информационные разработки, которые помогают налаживать интерактивную работу во всех сферах городской жизни. В финал вышли 37 проектов, многие из которых уже применяют на практике. От Рязанской области в финале две разработки. Моя коллега Ирина Целикова расскажет подробнее. В самом названии конкурса заложена основная суть мероприятия. В переводе с английского «profit» означает «выгода» или «прибыль». Выявить и внедрить в жизнь лучшие проекты по использованию информационных технологий в социальных сферах, будь то ЖКХ, образование или медицина – задача для лучших IT-разработчиков. В конечном итоге выгоду должен извлечь конечный потребитель услуг – гражданин страны, житель области, города, любого населенного пункта на карте России. Это все наши разработки, это все российские разработки. Это все сделано нашими мозгами, это внедрено нашими инженерами. И, конечно же, это такая витрина, которая позволяет нам оценить наш собственный потенциал. Рязаню достоилось чести принимать финал конкурса в этом году. В нашем регионе информатизация госуслуг развивается наиболее интенсивно. Доступ к ним уже имеет треть населения. Цель на будущий год – открыть офисы МФЦ в каждом районе области. Для нас конкурс важен с точки зрения понять, где мы находимся и на какие педальки нажать, чтобы мы быстрее пошли по этой лестнице. Потому что общество, само того не зная во многом, хочет этого. Люди не знают, что компьютер записаться в очередь – это многие не знают. Это очень удобно, что заплатить коммунальные платежи через компьютер – это тоже очень удобно. Рязанская область представила на конкурс наибольшее количество идей. В финал прошли два проекта, один из которых касается дистанционного обучения детей-инвалидов. Информационный центр был создан в 2010 году и уже успел себя зарекомендовать. Сейчас с его помощью учатся больше 180 детей. Важно для тех детей, которые сидят дома, дистанционно проводят им образование, это и социализация их, и возможность виртуально пойти в музей, и еще очень многое другое. Поэтому у нас главный социальный эффект. Мы постарались сделать максимально, скажем так, с технической точки зрения, все, чтобы дать возможность работать и с системами документа оборота электронными, корпоративной электронной почты, чтобы дать возможность создать защищенные площадки для коммуникации, то, о чем сейчас говорила Ирина Ивановна, где дети могут общаться, делиться опытом, взаимодействовать, конкурировать даже между собой, то, что классическая педагогика является главной движущей силой в обучении. По итогам конкурса будет создана уникальная база данных изобретений. Лучшие проекты, представленные в этом и прошлом году, объединят в единый каталог. Готовыми решениями в области IT-технологий может воспользоваться любой регион страны. Гораздо разумнее делиться опытом, нежели изобретать велосипед, впустую растрачивая средства. Ирина Целикова, Евгений Леонов, Вести Рязань.